здравствуйте это канал это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник сегодня екатерина фомина корреспондент издания важные истории здравствуйте екатерина здравствуйте спасибо что пригласили вам спасибо что откликнулись мы обычно берем это в конце все как бы расшаркиванием происходит но поначалу тоже можно несколько дней назад ваше издание опубликовала вашу же публикацию вы ее автор которая называется командир дал приказ в расход их и это вызвало настоящую бурю в интернет пространстве на русском языке потому что даже по отзывам всех профессионалов которых я у многих из которых я знаю или даже тех кого я не знаю но я читал их отклики которые занимаются военной тематикой и особенно много сейчас работают после начала войны в украине они оценили вашу статью что называется по пятибалльной системе и сказать что наверное это многие из них скажем так сказали что пожалуй это самый сильный материал о войне начиная с двадцать четвертого февраля и так спасибо большое я присоединяюсь к этим оценкам материал действительно шоковый в буквальном смысле этого слова потому что то о чем он рассказывает как он рассказывает вызывает безусловно шок тем кто еще не читал материал я рекомендую его прочесть он есть на сайте важных историй в двух словах я расскажу о том о чем идет в нем речь в этой публикации и так небольшое село андреевска в киевской области самое начало войны это последние числа февраля там появляется российское подразделение российской армии подразделение российской армии прошу прощения и начинается творится то что как бы называется в просто речь и беспределом людей убивают гражданских там мародерство грабеж в общем все это ужасно и вот екатерина раскопала всю эту историю они рассказала и самое главное сумела дозвониться и уговорить одного из солдат который принимал участие во всех этих преступлениях на откровенный разговор и он во многом признался ну собственно говоря я прошу прощения такую длинную подводку но для тех кто не знал этого материала будет непонятно о чем идет вещь екатерина давайте начнем что называется от печки как вы вообще узнали об этой истории как вы специально поехали в это село андреевка или уже приехав туда узнали о том что там происходило спасибо большое за такое краткое краткий такой пересказ я бы даже посоветовала вместе с текстом или отдельно от него обязательно посмотреть видео потому что а потому что все-таки эмоции от видео значительно сильнее когда видишь и слышишь всех самих российских солдат их речь их эмоции да смотрите у нас на канале на важных историях расследование мое началось с командировки украину я поставила перед собой такую достаточно амбициозную задачу найти подтверждение военным преступлениям которые совершала российская армия я была полной уверенности что эти преступления были потому что за месяц за месяц оккупации значительной части киевской области киевщины действительно происходил там что вы называете беспредел ориентировалась я вдохновлялась на своих коллег из газеты the new york times они сделали совершенно совершенно какое-то сеноминально по моему мнению расследование в ходе которого они нашли всех убитых бойцов террабороны убитых в гуче они полностью детально хронологически воспроизвели как и что было как собственно этих людей убивали то есть они нашли видеозаписи с камер наблюдения видеозаписи с телефона местных жителей которые сумели снять какие-то детали этого преступления собственно я у себя держала в голове что наверняка если коллеги смогли найти какие-то какие-то видеозаписи то наверное я попробую это сделать я ехала в село я ехал не в село я ехала в киевскую область в киев конкретно вот пока прибывала именно с такой задачей то есть планомерно ездить от села к селу разговаривать с людьми потому что потому что я репертер потому что это основной мой способ работы то есть просто ногами обходить и узнавать всю информацию с первых уст но мой пыл на самом деле очень быстро охладила реальность потому что все вот сейчас после снятия оккупации на самом деле очень ну разумеется нелестно отзываются от российских военных об их интеллектуальном уровне то есть что это люди которые никогда не видели асфальта это те люди которые которые в принципе из достаточно бедных регионов и очень очень такие не приспособленные к нормальной цивилизованной жизни но как оказалось я объездила больше чем пять сел поговорила с шестью десятками людей если не больше я не нашла ни единой видеозаписи с камер наблюдения потому что первое что делали военные они на всех частных домах разбивали все камеры которые они находили они забирали жесткие диски они их расстреливали то есть по сути никаких свидетельств вот именно таких документальных найти было невозможно но к счастью к счастью журналистов расследователей халатность какая-то полная какая-то полная безнаказанность позволила мне найти именно то что оставили тот свет который оставили сами российские военные это телефон обычный обычный недорогой смартфон с камерой который который принадлежал местному жителю 76-летнему леониду алексеевичу доду это житель андреевки в ходе одного из обысков российские военные забрали этот телефон видимо в процессе дальнейших до своих вот этих вот шатаний пьянств по по селу они его где-то оставили я не думаю что намеренно я думаю что просто забыли потому что действительно телефонов всякой техники которые они ну которые они крали по сути действительно было много этот телефон уже после снятия оккупации уже когда село было освобождено нашла у себя местная жительница установили кому принадлежит телефон зарядили его и там в галерее нашлись такие подтверждения как минимум одному одному военному преступлению то есть пересечению границы суверенного государства нашлись фотографии четырех российских военных контрактников 64-й мотострелковой бригады которая базируется в хабаровске всех этих военных вопрос а как бы установили название подразделения его номер фамилии солдат да ну имея фотографии на которых очень хорошо видны и лица фотографии достаточно достаточно хорошего качества потому что они получены из первоисточника используя различные способы искусственного интеллекта различные приложения которыми пользуются журналисты-расследователи то есть это целая комбинация различных сервисов различных инструментов мы собственно смогли распознать распознать лица троих из них четвертого к сожалению нам было очень сложно установить но один из военных просто дал нам подсказку и я нашла его уже нашла его уже сама в социальных сетях просто проблема в том что российские военные точнее проблема для российской армии но как раз очень такая такой хороший хороший сюрприз для нас для журналистов-расследователей это именно то что все российские военные несмотря на то что они по сути ну как бы при исполнении они выполняют как как кажется министерство обороны россии такую важную задачу а все они после себя в интернете оставляют очень длинный цифровой след то есть у всех у них есть социальные сети есть или были но как известно из интернета ничего не исчезает то есть всех их мы смогли идентифицировать по социальным сетям по их личным контактам которые нам удалось найти существует приложение в которых можно узнать как допустим человек записан у другого пользователя и в принципе допустим у некоторых мы их идентифицировали этих военных смотрели что он записан например как снайпер да то есть снайпер такая-то рота или ну то есть иногда когда вы записываете контакты вы указываете к ну откуда вы знаете этого человека да кто он по должности если вы вот находите вот внутри вот этой вот структуры военной а множество множество способов мы разумеется использовали все имеющиеся у нас возможности мы с коллегами чтобы точно установить кто именно эти военные сколько им лет какой у них бэкграунд то есть как росли как по сути пришли вот да к этой жизни ну и уже в самом конце собственно пользуясь теми либо мобильными телефонами либо ссылками на социальные сети просто на удачу честно говоря ну вот отправили им сообщение и трое из них ответили двое согласились общаться вы говорите двое согласились общаться но в основном там и видео и в вашей публикации речь идет о данииле фролки не даниил фролки что он согласился все рассказать да смотрите разумеется я написала всем чьи контакты у меня были всем этим рядовым военным согласились пообщаться как я же сказал двое это снайпер дмитрий данилов 20 21 лет не даниил фролкин которому тоже недавно исполнился 21 год наверное у вас сложилось такое впечатление что большая часть материала посвящена именно фролкину а потому что все таки все таки разговор с ним получился нелинейным на самом деле изначально позвонила я даниилову который со мной проговорил около часа но даниилов по характеру такой человек как мне показалось немного немного хитрый и все таки он не забывал о том что он как бы несмотря на то что уволился уже да из вооруженных сил что он все равно являлся военным и что все таки риски какие-то есть и на некоторые вопросы он отвечал что это военная тайна об этом я рассказать не могу даниилу когда я дозвонилась мы тоже с ним разговаривали больше часа и я не знаю наверное из-за своего из-за своей молодости из-за того что в принципе никаких прямых запретов не было у них от какого-то ну от командования да что нельзя разговаривать журналистами нельзя пользоваться социальными сетями нельзя выкладывать фотографии да которые подтверждают что мы находились на территории украины никаких таких приказов не было я даже уточнила у данилова неужели вам не говорили о том что нельзя общаться как бы с журналистами вести социальные сети он сказал что таких приказов не было и поэтому он решил ответить мне с фролкиным разговор закончился закончился он на том что мы все-таки дошли до вопроса убийствах мирных жителей потому что как я уже сказала изначально расследование началось на киевщине то есть я собирала свидетельство одной стороны стороны пострадавшей жертв военных преступлений а потом я уже эти эти собранные материалы да эти вопросы я их уже адресовала непосредственно тем кого как бы подозревают да в причастности к возможной причастности в первом разговоре в первом нашем телефонном созвоне это был был разговор по аудио без видео а данил сказал что он никого не убивал но присутствовал при том как расстреляли трех мирных жителей он сказал что он не знает кто это сделал но он вспомнил действительно детали которые мне с моей стороны когда я уже имела показания и какие-то факты именно вот от свидетелей от близких родственников жертв а я понимала что он не врет то есть что он действительно присутствовал при этом всем но он сказал что он не помню кто расстрелял ни первого ни второго ни третьего я спросила его убивал ли он когда-то в жизни он сказал нет и я спросила ну тебе страшно представить что ты можешь кого-то убить он сказал да честно говоря я не услышала не услышала мне не показалось что он врет потому что потому что вот я я читаю в комментариях да вот под видео на ю тубе под этим расследованием что люди пишут что прям там прям слышно да что он обманывает мне же так не показалось возможно я просто такой человек да который склонен все таки доверять людям и у меня после этого после вот этих вот разговоров сложилось такое впечатление что возможно просто на них пытаются да на рядовых на каких-то вот таких вот на молодежь по сути пытаются скинуть все военные преступления потому что я говорю что об этом телефоне на момент публикации уже знала украинская прокуратура и украинские наши коллеги из издания следствия инфо которые тоже сделают прекрасное расследование и на тот момент на тот момент получается не было никаких подтверждений тому что а даниил фролкин совершал какие-то конкретные преступления мне не в чем было его уличить собственно весь наш разговор вот сложился таким образом да в материале признается в том что он убил да вы 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 забегаете немного вперед да собственно как раз в материале это обозначено и как раз и видео тоже это показано что сначала наш разговор с ним был исключительно по 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 мессенджеру да мы созвонились то есть это был аудиозвонок и уже после нашего разговора даниил написал мне хочу ли я еще информации узнать да о том что происходило я разумеется согласилась и мы созвонились через несколько часов на даниил настоял на том чтобы это было именно видео чтобы это был видео звонок попросил меня включить запись то есть фиксацию и и совершил свое признание да и он действительно признался в убийстве мирных жителей в мародерстве в кражах а и во всем во всем чем только можно заподозрить российских военных у ваше впечатление вы говорите что вот в комментариях вам писали что не доверяет его рассказу что считают что он не искренен высказали ваше впечатление было другое а в целом после второго звонка и вообще как по совоку и всех этих разговоров у вас сложилось впечатление что он говорит правду тут знаете даже речь идет не впечатление потому что все таки когда мы делаем расследование когда мы действительно проводим расследование военных преступлений тут впечатление является таким субъективным фактором да то есть я могу составить впечатление о том раскаялся этот человек или нет но это будет настолько субъективно и настолько как бы эфемерно потому что ну раскаяние это такая такая материя которая неизмеримо да мы мы говорим о фактах в данном случае и я сопоставила уже после во время второго звонка данилу я задавала конкретные вопросы об обстоятельствах того самого дня когда были расстреляны трое мирных жителей на улице слобода в андреевке опять же я повторюсь что я знала знала как все происходило со слов со слов тех кто видел произошедшее тех кто видел трупы этих трех мужчин расстрелянных да и я задавала данилу вопросы и я понимала что он подтверждает полностью полностью абсолютно все как было то что мне говорили мирные жители в андреевке и действительно оказалось что данил по всем по всем фактам то есть все факты сходятся что он причастен к убийству третьего мужчины расстрелянного 12 марта в тот день расстреляли 44-летнего виталия кибукевича местного жителя 33-летнего вадима гонюка и 47-летнего руслана еремчука то есть к убийству последнего мужчины был причастен на даниил если я правильно понял и помню ваш вашу публикацию даниил там говорит что он не убивал мирных жителей что он застрелил что он присутствовал при его убийстве а что он сам застрелил одного мужчину которого как он утверждает который который как он утверждает был наводчиком корректировал огонь для украинских военных сил да эта информация была перепроверена действительно был убит в это время такой человек ну вот смотрите я вам еще раз попытаюсь объяснить как как мы как мы идентифицировали это смотрите в то что в тот день 12 марта было убито три человека об этом мы известно все андреевки убийство первых двух видел местный житель сосед виталия кибукевича который живет с ним дом в дом то есть его сосед а получается он вспоминает как около трех дня если я не ошибаюсь приехала машина которую конфисковали тоже у местных жителей для того чтобы вот передвигаться по селу вышли российские военные они зашли в дом виталия что-то там поделали поделали не больше 15 минут виталия не вывели и местный житель юрий михайлович вспоминает что он слышал автоматную очередь то есть то есть застрелили виталия кибукевича он это слышал после этого все российские военные покинули дом погрузились машину поехали к следующему дому который тоже стоит по соседству где живет вадим гонюк уже уже как выводили вадима юрий михайлович не видел потому что все таки ну расстояние было большое между его участком и участком вадима гонюка дом дом виталия он слышал он слышал автоматную очередь которая тоже была не не позднее чем 15 минут после того как соответственно военные вошли в дом а и дальше как он вспоминает машина уехала но машина уехала недалеко она уехала через три дома и возможно он этого не видел потому что ну потому что в то время местным жителям действительно было опасно выходить на улицу покидать свои дома потому что военные могли ну за что угодно да это принять и дальше ситуацию мы уже восстанавливаем со слов данила он говорит то что то что после обыска в этих двух домах они поехали в следующий третий дом который находился в трех домах от первых двух то есть по карте по локациям все это тоже подтверждено ну и плюс как бы ногами все это отхожено а он вспоминает что третий дом очень сильно да не вспоминает что третий дом сильно отличался от всех домов на этой улице то есть он говорит что это была развалюха ну не могу сказать что это была развалюха но это действительно был скромный деревянный дом абсолютно обычный на тот момент в нем жил руслан юримчук со своим сыном но сын за день до этого он помогал эвакуировать местных жителей детей и за день до этого получается 11 марта и вы взяли в плен на одном из российских блокпостов ну за что берут в плен до обычно украинских мужчин российские военные мы не знаем там в чем угодно их могут заподозрить заподозрить его взяли в плен и вот на тот момент когда даниил фролкин пришел в дом к руслану юримчуку руслан уже жил там ну получается он там был один то есть его сына там не было ну и все и дальше даниил вспоминает что он разговаривал с этим местным жителем изучил его телефон в телефоне он нашел какие-то файлы которые не смогли открыться так он сделал вывод что какие-то фотографии там зашифрованны в доме руслана юримчука при обыске он нашел около четырех ну вот ну то есть больше чем один телефонов мобильных и ему показалось что это значит что человек ну соответственно может наводить координаты а и он был уверен что именно этот человек навел навел вот получается координаты в то место где где в тот момент базировались сослуживцы даниила фролкина то есть его друзья и да действительно у даниила вот было было такое четкое объяснение почему он это делает то есть у него была причинно-следственная связь конечно возможно она была ошибочно то есть смотрите вот этот эпизод мы знаем только со слов даниила он рассказал что он поговорил с этим человеком как даниил говорит что этот человек в итоге признался что да я отправлял какие-то координаты колонн и я ему сказал на колени и пустил ему пулю то есть он говорит об одной пуле и все то есть дальше вот этот вот смотрите вот этот вот момент у нас только со слов даниила дальше мы разговариваем с вдовой руслану еремчука оксаной с его дочерью ярославой и они подтверждают жена жена руслана вообще присутствовала при ну то есть она видела тело она видела расстрелянное тело мужа они подтверждают это подтверждается также заключением патологоанатома что всего одно ранение то есть пуля которая прошла насквозь в затылок выстрелил даниил а что человек в общем расстрелян вот таким образом также даниил вспоминал где конкретно было тело что она на территории на территории вот участка руслана осталось и в общем действительно это подтверждается тоже со слов соседи которые уже после расстрела пришли хоронить тело руслана ну и и и прикопали его просто в отборике потому что ну потому что на кладбище невозможно было тогда никого отвозить даниил рассказывает там как занимались они мародерством как вывозили вещи и что это делал лично там старший офицер если я правильно помню тот самый подполковник который собственно говоря и приказал потом расстрелять эти смотрите там там даниил вспоминает например во время нашего первого разговора что очень многие вещи холодильники в том числе потом а какие-то склады с одеждой с кроссовками и технику вывозил заместитель командира по тылу вячеслав клубуков действительно мы установили я давайте просто уточню для тех кто возможно не смотрел не слушал что даниил называет пять имен всех этих всех этих командиров мы идентифицировали то есть даниил давая свои показания называют просто просто фамилии и разумеется нам нужно было проверить условно вообще существуют ли такие люди да конечно и мы все это подтвердили с доказательством того что существует командир бригады Азадбека Мурбеков было все очень просто потому что он засветился потому что орден мужества он получал от президента за то что он значит делал на войне остальных пришлось поискать действительно это было очень трудно мы очень много источников перелили но в общем да все все эти командиры подтверждены обвиняет он их в халатности допустим того кто занимался именно проведением разведки тоже в халатности что разведку проводил очень плохо и поэтому соответственно пацанов которые были в пехоте отправляли просто ну непонятно куда потому что разведданные были очень ну и также да он обвиняет Андрея прокурата командира человека который дал по словам Даниила Фролкина приказ приказ расстрелять вот этого мирного жителя ну и всех остальных тоже я обратил внимание что согласно тому как утверждает Даниил а это про сути дела первые дни когда начало войны конец февраля он утверждает что многие солдаты не хотели воевать пытались отказаться и что их заставляли ну смотрите тут скорее он мне кажется опять же немного мы хронологию с вами путаем про отказы речь идет уже на момент на момент более поздний но ситуация была вот хронологически такая получается 11 января как как минимум Даниил а все остальные тоже в январе ну я не знаю возможно там люди группами ездили 11 января Даниил и его сослужицы отправляются на так называемые учения в Беларусь там они получается стоят до 23 февраля живут в палатках какие-то какие-то под видом учений все-таки возможно проводятся тренировки и 23 февраля после праздничного обеда посвященного Дню Защитника Отечества им объявляют что завтра будет переброска и будет заход на территорию Украины и по словам Даниила соответственно ночью его будет вилят ему значит снарядить машину и выдвигаться а на тот момент в принципе никаких никаких особо отказов не было но на данный момент военные говорят что на самом деле они не хотели туда ехать что их особо не спрашивали просто поставили перед фактом что сейчас с учением мы значит пересекаем территорию Украины но этим солдатам обещали что произойдет такое так называемый Блицкрик то есть они поприсутствуют на территории Украины для запугивания для того чтобы сейчас все признали Донецкую и Луганскую так называемые народные республики и после этого ну и после этого закончится все но как день до дня уже понимали военные что через три дня их никуда не вывели что их бросали бросали действительно в наступление и действительно очень очень большая часть бригады тогда уже погибла вот в итоге 27 февраля они занимают Андреевку и там они стоят до конца получается до конца марта и как говорит Дмитрий Данилов нас кормили завтраками то есть мы не знали что будет дальше мы не знали что куда нас дальше перебросят постараюсь покороче действительно они настолько не знали что после оккупации Киевской области этих парней перебросили сразу же ну дав им небольшой отдых но никому не разрешали уезжать домой никому никого не пускали в никого не пускали в увольнение да то есть по сути вообще закончить службу их перебросили на Донецкое направление после этого собственно получается около трех недель назад обещали перебросить на Херсон сейчас это случилось 64 бригада находится уже там и именно вот в те моменты уже после после этого месяца в оккупации после того как они поняли что в принципе они видели местных жителей они поняли что их просто просто командование бросает как пушечное мясо а само командование отсиживается как например тот же самый Азадбек Амурбеков который сидел в подвале в то время как пацанов отправляли ну то есть обычных обычных военных отправляли на передовую и действительно военные начали пытаться писать отказы пытаться идти в увольнение но опять же тот же самый Азадбек Амурбеков их избивал им угрожал кому-то по словам Даниила он даже наставил автоматное дуло к виску и собственно никакой возможности уехать не было ну российские военные в такой ситуации не знают свои права то есть они не знают права и не умеют им пользоваться они не знали что никакого уголовного преследования не последует потому что им действительно угрожали тем что их сейчас обвинят там во всем в чем можно в гос измене предательстве и вообще ну я думаю на самом деле боялись что не получат выплат вот и поэтому до последнего до последнего они там были кого-то там хитростью силой обманом командование удерживало но в конце в конце ближе к концу июля Даниилу и нескольким его сослуживцам удалось все таки покинуть пункт временной дислокации своим кодом добраться до Хабаровского края где собственно базируется бригада и уволиться скажите пожалуйста он связывался с вами после публикации или вы не знаете была ли какая-то реакция по отношению после публикации вашей ну на данный момент мы не знаем не знаем ничего мы не можем утверждать о том что сейчас происходит с Данилом то есть задержан он или его допрашивают или что последний раз мы с ним связывались 15 августа то есть в день публикации утром сразу после выхода он эту публикацию прочитал сказал что да все нормально то есть никаких уточнений там у него нету в плане нету никаких ошибок то есть все передали дословно все больше я больше он не выходил на связь потому что у нас с ним всего один канал связи ну и если будут какие-то новости разумеется мы следим за развитием этой ситуации разумеется мы не хотим чтобы Данил находится в данный момент в России мы не хотим чтобы его судили по каким-то репрессивным вот этим новым законам да то есть закон о пропаганде не закон о пропаганде да закон о фейках о фейках в отношении вооруженных сил да то есть вся эта история одна из важных важнейших целей этого расследования именно добиться все-таки какого-то правосудия чтобы человек отвечал за свои поступки за свое преступление и также чтобы было наказано командование в современной России к сожалению это невозможно но мы надеемся что в будущем желательно в ближайшем конечно же мы станем свидетелями международных судов над военными преступниками и действительно это огромная огромная роль и очень важная вещь сделал Данил в том что он сознался это действительно первый российский солдат первый российский военный который не просто подтверждает факт своего присутствия на территории Украины потому что в данном случае как бы Россия не отрицает что вторжение произошло а который признался в военных преступлениях в том числе самое главное самое страшное в том которое он совершил и действительно это очень очень много и поэтому и поэтому так поэтому наверное такой резонанс в этой истории Екатерина большое спасибо спасибо вам за вашу публикацию за то что нашли для нас время и рассказали обо всем том что было еще раз напоминаю что полностью эту публикацию и видео с признанием Данилы можно посмотреть на сайте издания важной истории еще раз вам спасибо спасибо большое напомню что моим собеседником была Екатерина Фомина корреспондент издания важной истории на этом все всем до свидания